Бредёт по бездорожью старенький УАЗ, но советский автопром надёжности не прибавляет. Машина часто ломается, ведь ей уже почти 30 лет. От посёлка с нервосмысленным названием «Старатели» до «Золотых приисков» 5 часов езды по бездорожью. На высоте более 3,5 тысяч метров над уровнем моря развернут целый палаточный городок. Чёрные старатели незаконно добывают золото последние 15 лет. Стариков стесняет новое поколение. Страсть к золоту только растёт. Здесь у нас генераторы. Они обеспечивают электричеством. Также мощности хватает на то, чтобы пробурить землю. Так добывают золото в 21 веке. Дедовским методом роют шахты, порой и глубиной до сотни метров. Тут мы идём ещё по широкой части. Есть места, где нужно ползти. В шахте долго работать невозможно. Из-за тесного пространства воздуха в пещере мало. Люди научились ловко определять на глаз наличие золота в породах. Надеюсь, тут есть золото. Видите, камни немного блестят. Набитые мешки вручную выносят из узких забоев. Поисками золота занято практически всё население. Посёлок Старатели расположен на золотой жиле. Зимой тут морозы до 40 градусов. Видите, даже постельные матрасы замёрзли. У местных Старателей есть свой распорядок. 15 дней на карьере, 15 дней дома. За смену зарабатывают до 150 долларов. За каторжный труд не густо, но другой работы здесь нет. Боимся за своё здоровье. Есть риски, ведь нет элементарной безопасности, нет страховок. Но здесь мы не от хорошей жизни. За годы нелегальной работы старатели освоили тонкости негласной дипломатии. Пока они приносят деньги, местные милиционеры и чиновники позволяют работать. Отмечаемся всем. Милиции платим, другим проверяющим. Золотые приски местные считают даром и проклятием. Недавно месторождением заинтересовались китайские золотодобытчики. Но жители иностранцев прогнали. Мы не хотим отдавать месторождение каким-то китайцам. Мы сами хотим добывать. Но уже несколько лет просим правительство легализовать нас и открыть в посёлке золотоперерабатывающий комбинат. Местные жители могли бы сами работать. Посёлок Старатели живёт мыслями о золоте. Почти в каждом доме есть свой кустарный комбинат. Дробят породы, затем промывают специальной кислотой. Добытое золото сбывает подпольным скупщикам. Жизнь в посёлке постоянные оглядки по сторонам. Золотой край живёт по неписанным законам. Добывать металл тяжело, но пока прибыльно. Адилет Бектурсунов, Абек Кулчуманов, Туктосун Шамбетов. Для Настоящего Времени.